В последние дни Украина вновь вышла в лидеры всех мировых новостей. Вышла потому, что она продемонстрировала потрясающие меры по борьбе с коронавирусом. Потрясающие именно с точки зрения их неэффективности. Более того, с точки зрения их пагубности. Мы видели, как недавно Зеленский принял решение о том, что на Украине должно закрыться полностью метро, а люди теперь должны передвигаться на общественном транспорте. И таким образом он борется с коронавирусом. И что мы наблюдали на следующий день? Переполненные автобусы, маршрутки, где люди просто... Ну там негде было не то, что встать, руку просунуть. То есть вот этот самый инфекционный сосуд, он просто его сжал до невероятно небольшого размера. Где вот этот обмен вируса, где пути передачи инфекции работают не просто максимально, они работают так, как они вообще не должны работать даже в условиях любого отсутствия карантинных мер. То есть вместо того, чтобы хоть как-то ситуацию обезопасить, ее ухудшили. Что вообще является уникальным случаем. Везде в мире сегодня принимают самые разные меры, прибегают к самым разным мероприятиям, именно для того, чтобы хоть как-то затормозить развитие инфекции. Да, понятно, что эти карантинные меры не приведут к тому, что эпидемия просто куда-то исчезнет. Но они хотя бы могут помочь снизить единовременную загрузку. Хотя бы могут растянуть эпидемию во времени, а значит это спасет много жизни. А на Украине наоборот, там всегда все не как у людей, сегодня лишнее тому доказательство. Вместо того, чтобы хоть что-то ограничить, они наоборот сделали так, чтобы людские потоки достигли максимальной концентрации в одной точке. Чтобы вирус, он не просто распространился по городу, а чтобы он поразил как будто каждого. Как будто это прямо специально делают. Вот уже даже такая мысль появляется. Мы же помним, как там на Украине один из министров сказал, что пенсионеры повымирают, но для экономики это неплохо. То есть очень на это похоже. Потому что, ну а что, действительно, если завтра на Украине умрут все пенсионеры, можно будет забрать их квартиры. А квартиры можно будет потом продать западным инвесторам под офисы. А им они понадобятся в условиях и легализации рынка земли, и легализации игорного бизнеса. То есть вот эта чудовищная людоедская постмайданная машина, она уже не скрывает свои намерения. То есть делают, наоборот, все, что можно сделать, самое худшее. И особенно смешно на этом фоне выглядело заявление Зеленского, что вот метро мы закроем, да, а вот Верховную Раду закрывать нельзя. Ей же надо принимать невероятно важные законы. Какие законы? Законы о распродаже страны. Потому что сегодня коронавирус стал для Зеленского, ну просто подарком судьбы. Зеленский, у которого трон шатался, сегодня может рассчитывать хотя бы на несколько недель перерыва. Потому что собираться сегодня нельзя, да и нет ни у кого такого желания. А люди прикормлены, люди действительно лучше посидят дома, люди, которые могут пойти на какие-то радикальные действия. И на этом фоне можно сделать что угодно. Любой закон принимай, Верховная Рада это одобрит, закон будет принят. И соответственно Зеленский будет просто реализовывать свою задачу, которую перед ним изначально ставили, когда раскручивали весь этот проект. И для него это конечно же очень хорошо, потому что Зеленский свой срок досидеть не собирается, это точно. Он должен реализовать вот эти самые меры по распродаже Украины западным инвесторам. После чего он может спокойно уже уйти в тень. Спокойно уступить свое место тому, кто будет принимать на себя уже весь негатив, который последует след за этим.